10 штучек беленьких есть, нету двух мотков Беллы Ботик. Приветствую вас на канале Вика Пешвирь, вязание ручком и спицами. Давно не было моего видео, к сожалению, по разным причинам. Больше по здоровью, отсутствию голоса, кашля и прочим. Но оставим это в прошлом году, а в этом году начнем дальше вязать, радоваться своим процессам, успехам и изучать что-то новое. Уже пару дней ко мне пришел большой баул, вот такой, с пряжей. И сейчас будем смотреть, что же там есть. Ну, во-первых, какую пряжу я сюда приобрела. Пряжу для вязания температурного пледа. В этом году, вернее, с прошлого года я хотела связать температурный плед. Смотрела за американскими вязальщицами. Очень мне эта идея понравилась, но так в течение года времени на это не нашлось. Но когда я видела, что они снова вяжут новый плед, я думаю, ну они уже второй плед вяжут, а я все первый начать не могу. Ну, поэтому все-таки решилась, в качестве поддержки предложила повязать другим девочкам. Ну, и, в общем, образовался совместный совместник, где 30 человек вяжут температурный плед. Ну, вот, на полочке уже у меня есть пряжа, с которой я определилась, что она будет в этом пледе использоваться. И вот я дозаказала еще другие цвета. Это у нас хлопок, 100% мерсеризованный, ализе бахар. Много-много разных цветов. Ну, вот этот, как я помню, гнилая вишня называется. По цвету 470. Ну, и весь ализе бахар метражом 260 на 100 метров. Очень нравится мне эта пряжа, прям, в жизни цвет немного тусклее. То есть, наведен ярковат, показывает. Далее, это же фирма, этот же метраж. Красненький цвет 56-й. Так, покус ловись. Вот он, красивый какой. Сюда же, синенький электрик, по-моему, или джинс. Был написан 360. Вот он, фокус. Так, три цвета. Сюда же, ализе бахар. Голубенький. Цвет 16. Наверное, какая-то бирюза. Ну, что он. Очень сильно яркий. Вот здесь, на видео, наоборот, он. На видео, наоборот, он светлый, в жизни ярче и немножко даже с морской волны цвет. Сегодня у нас день пасмурный. Но если я сегодня не сниму, и так два дня лежит пряжа, потом времени совершенно не будет. Поэтому так. Может быть, из-за этого цвета не совсем показана. Нормально, без этикетки. Зеленый. Вот, не помню, я сразу заказывала зеленый. Да, кислотный, который, да, да, заказывала, у меня закончился. И желтенький. Они даже вот вместе. Так классно смотрятся. Так, желтенький. Ализе, бахар, ботик. То есть меланжевый. Взяла такие цвета, которых не будет у меня в центре вязания. Он такой красивый. Прям вот даже не знаю, буду ли я его использовать в пледе. Ну, посмотрим. Белого цвета не было. Черный я не хочу. А для фона такой вот светло-серый. Как раз хороший. Посмотрим. Так, по-моему, я их три брала. Три, три, три. Вот что-то я его не вижу. Третий. Не вижу третий. Проверю еще потом по накладной. Так. Шуршание, шуршание. Сейчас отодвину пряжу. Наверное, высыплю сюда. Чтобы я уже меньше шуршать. Так. Да, электрик. Вернее, кислотный, который зеленый. 612 номер. Верно, прям я запомнила. Так. Ализе, бахар, ботик. Да, должно быть три. Где третий? А, вот он третий. Нашла. Далее. Далее. Я уже выбрала себе вязать по журналу Ализе, который я тоже показывала в одном из своих видео. Кардиган пальто квадратами. Определилась с пряжей, которая у меня есть. И вот опять же, докупила еще, еще шерсти Ланоса, спешил Кашмира. Очень мягенькая такая. Привлекла, конечно, она меня к себе распродажей. Цвета. Цвета меня устраивают. Это зелененький сейчас тут там. Зелененький, беленький. Еще у меня есть темно-зеленый и черный. Вот как раз четыре цвета, в квадратах будет отлично сочетаться, смотреться вместе. Здесь метраж 300 метров на 100 грамм. Рекомендуемые спицы 4,5-5. Крючок не нарисован. Ну, такая тоненькая, нормальная, адекватная пряжа. Так, и что-то я еще хотела посмотреть цвета. Так, зелененький цвет 322, беленький 300. В общем, будет кардиганчик. Также, в этом году, мне уже в прошлом году, я вязала на заказ из Ализе Софти комбинезон, шапочку и пинетки. И решила подруге, которая вот родила в январе, тоже связать малышу в подарок такой комбинезон. Поэтому вот закупила и буду вязать. Из беленькой, может быть, добавлю еще какие-то цвета. Но беленький меня покорил, он очень смотрится, как варежка, прям мягкий, тушистый и тепленький. Так. Бирочки отошли. Также, я взяла 2 моточка вискозы. И серый цвет. Вместе, думаю, они хорошо сочетаются. Это на Кабриз. 70% египетских хлопок, 30% вискоза. В одном из видео на YouTube я увидела, что вязальщица, она ходила, так скажем, навстречу с другими вязальщицами в Финляндии, насколько помню. Ну, в общем, где-то в Северной Европе. И у них очень популярно вязать из вискозы салфеточки для уборки дома. И так как я уже использую джутовые губки для митья посуды, я решила попробовать и вискозу. Почему бы и нет? Может быть, она долговечно, хорошо впитывает и как-то будет себя симпатично вести в хозяйстве, так скажем. Поэтому, поп взяла на пробы 2 моточка. Сочетаем их как-то за полосачью их, мои любимые полоски. Ну, а дальше посмотрим, расскажу, что и как. Так же притягивают меня миланджики в последнее время. В общем, я уже даже не знаю, куда я взяла эту красоту. Просто помоточку взяла на пробу. Куда-нибудь приспособлю. Это радужная красота. Воланс Саммер Ботик. Это стопроцентный микрофиброакрил написанным. Цвет 230,05. Для крючка номер 3 и спиц 2,5-3. Метраж 320 метров на 100 грамм. Интересно. Пряжа. Не знаю, может быть, носочки я взяла попробовать. Что-то да, я хочу миландж использовать. В общем, не помню, куда я взяла эту красоту, но попробуем. И еще одна на табуху. Вот такой классный миландж. Цвет 82,44,9. Так, фокус опять не хочет ловиться. 75 процентов шерсть, 25 процентов полиамид. Да, тоже носочки, скорее всего, я это взяла. По крючку и спицам. Да, тут даже носочек нарисован на этикетке. Так, крючок 2, спицы 2,5-3,5. Такая тоненькая достаточно пряжа. Метраж 400 метров на 100 грамм. Да, для носочки я взяла попробовать. Так, и здесь у нас Нака Пурвул и Нака Пурвул 3,5. Эта шерсть я взяла для вязания торопышком. Две розовые и это, наверное, та шерсть. Две розовые и розовый с голубым, чтобы повязать розовые комплекты. Печачие и мальчиковые. Потому что я не вязала, в общем, я вязала только носочки. А я хочу и жилетку, и шапочку связать тоже. Поэтому взяла на пробу, какая мне больше понравится по толщине. Обе 100% шерсти подходят для вязания торопышек для клуба 28 лет. Так, и вот что-то я не увидела Ализе Беллу свою. Белла, Белла ботик. Да, два моточка, Белла ботик. Вот это я не увидела почему-то. И здесь у меня еще У-образные ножнички. Я такие уже покупала. Но затем очень удобно их использовала при поклейке обоев, срезании лишних кусочков. И они зажавели. Поэтому решила еще одну купить. Очень удобно. Так, вроде бы все увидела. Не увидела Беллу ботик. Два мотка. Но застрять они нигде больше не могли. Бахары вроде бы я отличаю. Ну, из хлопка Ализе Бахар. Вот он ботик, то есть это меланжевый. И все, больше нету. И больше нету. Ай-яй-яй. Нету двух мотков. Ладно. 10 штучек беленьких есть. Нету двух мотков Беллы ботик. Печально. А я ее дозаказала для вязания комфортеров. Для клуба 28.5. Так как у меня есть уже Белла ботик. Парочку мотков другого цвета я еще взяла. Но почему-то их нет. Прям печально первый раз у меня так. Меланж. Буду вам писать. Сейчас звоните. Вот такое видео с грустинкой у меня получилось. Ждала распаковку. Очень в принципе рада. Уже можно будет начинать делать палитру для температурного пледа. Следите за моими видео. В ближайшее время я наконец-то сделаю отчет по СП Парана 9.6. Который уже завершился 31 января. Но нет возможности еще записать отчетное видео. Хотя я там не все проекты завершила. Но как часть. Которую я с удовольствием вам покажу чуточку позже. Пока-пока. Буду вас ждать в своих следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok